Всем привет, уважаемые зрители! Сегодня я хочу рассказать о радиомониторинге на средних, коротких и длинных волнах. При упоминании слова «короткие волны» у многих, наверное, в памяти остается, разве что дедушкин приемник Ригонда. На самом деле этот диапазон жив, и достаточно интересно посмотреть, что на нем сейчас передается. Тем более, что там можно найти довольно-таки много чего интересного. Что нам понадобится для наших экспериментов? Я пользуюсь в данном видео онлайн SDR-приемником, который работает в Нидерландах, и он доступен через веб-браузер любому пользователю совершенно бесплатно. Открываем данную веб-страницу. Я могу перезагрузить ее еще раз. Как мы видим, вот сейчас мы его даже видим и уже слышим звук. Как мы видим, это широкополосный SDR-приемник, который принимает весь радиоспектр в диапазоне от 0 до 25 МГц. Также нам понадобится драйвер под названием Virtual Audio Cable, который позволит нам перенаправлять звук в другие программы. Когда мы установим эту программу, в списке устройств должно появиться Cable Input Audio Virtual Cable. Такое же устройство появляется в Recording. И этот кейбл мы выставляем как устройство по умолчанию. Вторая программа, которая нам пригодится, это CW Schimmer. Достаточно известная программа, которая позволяет декодировать азбуку Морзе. Поскольку, как ни странно, в этом может покататься, но до сих пор достаточно много сигналов передается в азбуке Морзе. Хотя, казалось бы, уже век цифровых технологий, но оно еще работает. И третья программа, которая нам пригодится, это MultiPSCade Decoder. Достаточно старая программа, по-моему, 2007 года выпуска, то есть ей уже лет 10. Но, в принципе, она работает и делает то, что нужно. Она поддерживает очень много разных стандартов. Здесь в качестве Input мы указываем наш виртуальный кейбл. Еще один сайт, который нам может пригодиться, это таблица частот сайта Radioscanner, по которой есть огромная база частот, занесенных пользователями. И по ним можно посмотреть по каждой частоте, что это такое. Ну, а теперь мы приступим. Итак, мы приступим. Начнем с самого начала, с диапазона сверхдлинных волн. Мы раскрываем по максимуму. Максимум In. И начинаем с самых низких частот, с диапазона сверхдлинных волн. Что мы на нем видим? Один из сигналов, который многим может быть актуален, это система передачи точного времени DCF с частотой 77 кГц. Если мы настроимся на эту частоту, мы слышим характерный писк. Это передаются сигналы точного времени из станции в Германии. И эти сигналы принимаются домашними приборами, такими как метеостанции, часы, что позволяет им настроиться на точное время. Можно запустить CV-скиммер. И мы увидим вполне четкую структуру сигнала. Она состоит из чередующихся импульсов, которые, собственно, и кодируют систему точного времени. Желающие поискать более подробно могут набрать в гугле DCF-77 и посмотреть, в частности, статью в Википедии, где описан передатчик, система, как она работает. Здесь можно посмотреть виды приемников, где-то есть структуры сигнала и так далее. То есть, в принципе, эта система работает. Но пока отключен звук, чтобы нам оно не мешало. Так, мы продвигаемся дальше по частотам выше. На частоте 130 кГц работают системы передачи данных по электросетям. По крайней мере, так это описывается на радиосканер. А также этот сигнал можно посмотреть. Как можно видеть, у него достаточно простая структура. Это частотная модуляция из двух частот. И изменением частоты кодируются какие-то битовые последовательности. Выше идет диапазон длинных волн, на котором работают радиостанции обычные. Как ни странно, их довольно-таки много. Мы можем переключиться в режим АЭМ и послушать саму станцию, к примеру. Мы продвигаемся дальше по частотам. И на частотах около 400 кГц расположено большое количество так называемых ненаправленных маяков FNDB, Non-Directional Beacon. Эти маяки используются в авиации для определения направления. Как можно видеть, это сигналы, передающиеся азбукой Морзе. Мы можем открыть, к примеру, любой из сигналов и посмотреть его на CVS Kimmer. Как мы можем видеть, передаются одинаковые последовательности. И данные маяки принадлежат разным аэропортам. Можно переключиться на другой маяк. Маяков достаточно много. Каждый из них передает свой уникальный код. Они используются в авиации для определения направления на больших расстояниях. Желающие могут набрать в гугле NDB, Non-Directional Beacon. И посмотреть, как они устроены, как они работают, какие частоты и так далее. Есть статьи в Википедии, возможно, есть и на русском. Ну а мы продолжим. Здесь также мы видим вещательный диапазон. Мы двигаемся по частотам дальше вверх. Увещательный диапазон мы пропускаем. В принципе, он понятен. Качество, в принципе, вполне. Здесь мы видим выше по частоте, на частоте 1,8 МГц, мы видим радиолюбительский диапазон, который отдан радиолюбителям для экспериментов с радиосвязью. Достаточно удобно в этой системе, что многие частоты подписаны. По ним сразу можно определить примерно, что это, если эта частота более-менее известна. На частоте 3,5 МГц мы видим следующий радиолюбительский диапазон. Он в данный момент более активен. Мы можем выбрать какую-либо из частот. Например, послушать сигналы в азбуке Морзе. Мы настроились на один из сигналов. Программа CVSKimmer декодирует... Программа CVSKimmer декодирует азбуку Морзе в обычный текст. По тексту мы видим, что это, скорее всего, голландский радиолюбитель. Потому что текст идет на голландском. Чуть выше по частоте мы видим голосовые сигналы. На них также можно настроиться. Судя по слову Contest, видимо, проходит какое-то соревнование по радиосвязи. Дальше мы поднимемся по частоте выше. Мы пропускаем радиолюбительский диапазон. Здесь мы также слышим какой-то слабый сигнал азбука Морзе. Попробуем на него настроиться. Заметим, что он из нерадиолюбительских участков. То есть это, вероятно, передает какая-то автоматическая система. Что это такое сказать сложно, судя по декодированному тексту. Это наборы пятигуклинных сокращений. То есть, скорее всего, смысла этой передачи мы, конечно, никуда не узнаем. Поскольку она каким-то образом закодирована. Интересно отметить, что данные системы используются до сих пор. Так как они, в принципе, обеспечивают полную анонимность приема. Ну, то есть, как в старые добрые времена, возможно, шпион с блокнотом сидит и декодирует эту шифровку. Ну, а может быть и нет. Возможно, это просто автоматическая станция, которая что-либо передает. Можно попробовать поискать в базе частот радио сканера. Частота где-то 3,8 МГц. Поискать в более расширенном диапазоне от 3,7 до 3,9. Возможно, кто-то передачу уже принимал и записал, что это. Мы видим какие-то станции, которые возможны быть. Дальше вверх по частоте. Здесь мы видим вещательный диапазон, в котором в данный момент видно только одну станцию. Попробуем на него настроиться. Продолжение следует... Мы поднимаемся еще выше по частоте и видим сигнал, который нам подсказывает, что это RTTI. Как можно видеть из CVS скиммера, сигнал передается быстрого переключения между двумя частотами. Так называемая частотная модуляция. Его можно попытаться декодировать. Для этого мы выбираем режим RTTI. Мы не знаем параметров передачи. Скорость может быть 45, 50 или 75 бот. Также мы не знаем, какая частота относится к верхней, какой нижней. Поэтому есть два варианта. Normal и Reverse. Единственный вариант это просто перебрать все варианты, что в принципе не так долго. Мы выставляем разнос частот 170 Гц, 75 бот и пробуем смотреть, что получилось. Нет, у нас явно не 75, у нас явно ширина сигнала больше. Возможно это 425. Да, это больше похоже на правду. Как можно видеть, станция передает прогноз погоды, вероятно направление ветра, длительность. Как можно видеть, сигнал вполне успешно декодируется. Мы видим дни недели, Sunday, Monday и скорее всего так далее. Но, к сожалению, не все цифровые сигналы могут декодироваться. Есть много сигналов, для которых готовых декодеров нет. Но и опять-таки есть сигналы, например, тот же RTTI, который в принципе может декодироваться. Но сам сигнал зашифрован и, естественно, мы не узнаем, что там внутри. Мы идем по частоте выше. Мы видим еще один радиолюбительский диапазон. Также мы слышим передачу на азбуке Морзо. Можно переключиться. Интересно отметить, что CVSKIMMER позволяет декодировать несколько потоков одновременно. Ну, кстати, интересно отметить, что радиолюбителем может стать любой. Для этого достаточно сдать простой экзамен на здание базовых осмотров радиосвязи. После этого можно получить лицензию и самому работать в эфире, экспериментировать с антеннами, с передатчиками. Мы поднимем чуть повыше по частоте и видим станцию, которая передает прогнозы погоды. Как подсказывает система этого умер. Как подсказывает Википедия, это всемирная сеть радиостанции, которая передает прогноз погоды. Здесь мы видим следующий вещательный диапазон. Ну, а мы пойдем дальше. Видим какую-то еще одну передачу. Как можно видеть, скорость передачи достаточно маленькая, поэтому пытаюсь немножко подождать, чтобы увидеть, есть ли здесь какой-либо осмысленный текст. Пока мы видим лишь упоминание данного позывного, Geo62SK. Можем попробовать набрать его в гугле, посмотреть, что нам выдавится по этому сигналу. Как нам подсказывает гугл, это какой-то маяк для анализа и распространения сигналов на этой частоте, который передает одно и то же сообщение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну, а мы пойдем дальше. Вот мы видим еще одну передачу Азбукой Морзе, посмотрим, что это такое, потому что это вне любительских диапазонов, вполне возможно, это тоже какая-то из автоматических станций. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Какого-либо осмысленного текста получить не удается, похоже, опять мы видим пяти символные какие-либо зашифрованные последовательности, ну то есть, опять-таки, несмотря на то, что мы можем принять сигнал, разумеется, узнать, что это достаточно сложно. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Как можно видеть, станции очень много, можно настроиться, и мы видим их сразу в весьма большом количестве. Судя по сообщениям CQ-Test, тоже проходит какое-то соревнование, где участники должны передать свой позывной, и, видимо, какой-либо контрольный номер. Мы видим различные цифровые сигналы, какие-то из них мы можем попытаться декодировать. Ну да, мы видим некоторую передачу. Да, мы видим вещательный диапазон, на котором есть различные станции. Мы его пропустим. Дальше мы опять видим служебные станции. Попробуем на него настроиться. Как можно видеть, это маркер, передающий, очевидно, одну частоту. Интересно отметить, что под одной частотой видна чуть ниже другая. Можно видеть, в эфире очень много разных сигналов. Тут же выше есть... Здесь мы видим какие-то цифровые посылки, достаточно интересные. Цифровые сигналы мы эти пропускаем. Здесь мы видим еще один сигнал, азбука Эморзе. Ну, скорее всего, это маяк, который передает одну и ту же повторяющуюся последовательность. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Судя по тексту, что-то вроде похоже на проповедь. Ну, а мы пойдем дальше. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Там все сказать сложно. Как подсказывает подсказка, это радио Новой Зеландии, правда или нет, неизвестно. Если правда, то достаточно далеко. The vision group has also been established to help shape the post-2020 vision for the organization. It's also been announced that next year's APEC session will take place in Port Moresby, Papua New Guinea. APEC now including 3 billion people, counting for 60% of the world's GDP and 50% of global trade. The vision group has been established in Port Moresby. The vision group has been established in Port Moresby. Это достаточно интересный сигнал, который похож на FACS. Его можно попробовать принять с помощью нойки ПСК. И вот мы настроили на эту частоту, попробуем принять, что передается. В программе Multi-PSK мы выбрали режим FACS. Здесь я выбрал режим Normal и Standard, что относится к ширине картинки. Ну, как можно увидеть, картинка вполне декодируется, но судя по всему, это текст либо на иконском, либо на корейском. Интересно, конечно, отметить, что даже в настоящее время цифровых радиоканалов кто-то еще пользуется таким способом передачи, но, тем не менее, как можно видеть, система вполне работает. Подождем подольше, посмотрим. Вот, к сожалению, можно увидеть, что поскольку это веб-приемник, то частота немножко плавает из-за запаздывания передачи сигналов, что выливается в такие вот задержки. На настоящем приемнике, подключенном на прямой компьютере, такого бы не было. Здесь мы видим еще один радиолюбительский диапазон. Я надеюсь, у зрителей сложилось впечатление о том, что радиодиапазон не пусс, у нас достаточно большая активность, там все время что-нибудь да есть. И вам в случае достаточно интересно, всем удачных экспериментов и спасибо за внимание.